На что рассчитывают подписанцы Декларации Единства, то есть БПП, Народный фронт и Радикальная партия? Эксперты уверяют, у каждого свои цели, но есть и одна общая. Какая? Мы спросили об этом у политологов. Смой интерес двух фракций и коалиции полягает в том, чтобы не допустить до частных выборов. Две фракции и коалиции. Я не думаю, что они уже готовы взять Радикалов до себя. У них есть, скажем так, прагматичный интерес, потому что сейчас есть много критики, вистачает или не вистачает депутатов в двух фракциях и коалиции. Но они понимают, что Ляшко и Радикал, и ненадийный союзник. И очень непростий союзник, с которым нужно договориться, и не один раз, а постоянно договориться. Какому что-то нужно пожертвовать, кто знает, а кадровые вопросы, а что-то еще. Это напоминает Универсал 2006 года. Это декларация трех фракций. Это, фактически, такая напив- или квазикоалиция. И юридично Радикальной партии в коалиции нет. Они не бы тут и не бы там. И не то, чтобы да, и не то, чтобы нет. И не к столу, не к городу. И ни рыба, ни мясо. Они остаются в оппозиции, так. Но в тот же час они, фактически, будут поддерживать БПП и Народный фронт в парламенте. Вот такая хитрая игра. 50 оттенков серого. На сегодняшний день коалиции нет. Если сегодня с кем-то и кого-то и звать в коалицию, то это будет только Лешко. Они боятся того, что перевыборы будут абсолютно непрогнозируемыми. Они боятся, в первую очередь, в БПП и в Народном фронте боятся Юлию Тимошенко и оппозиционный блок, которые наберут большее количество голосов. Оппозиционный блок увеличит в два раза свое присутствие, электральное присутствие в парламенте. И понятно, что такой парламент будет слабо контролируемым.